Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна, но мы с вами говорили просто, я не знаю сколько раз, значит, об Иосифе Пригожине и о его высказываниях, связанных там с деньгами в пандемию. Это все началось еще довольно давно, в общем. Но Пригожин по-прежнему продолжает высказываться в таком ключе. Все дело в том, что вышла статья довольно интересная. Стас Садальский жестко прошелся по скулящему от нищеты Пригожину, пишут. Стас Садальский, вы знаете, высказывает всегда очень резко, очень прямо, такой правдоруб, значит. И вот он жестко прошелся по Пригожину, скулящему от нищеты, пишут. Значит, артист высмеял супруга Валерии, который продолжает жаловаться. Вот что пишут. 69-летний российский актер Стас Садальский жестко прошелся по продолжающему жаловаться на нищету музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину. Накануне муж Валерии стал гостем ютуб-канала Антонимы, где в очередной раз поведал журналисту Антону Красовскому о бедственном положении российских артистов, многие из которых приходится брать кредиты ипотеки. В качестве примера, значит, Иосиф Пригожин привел самого себя, вынужденно выплачивать ипотеку за особняк в Швейцарии. Друзья, я статью не читал, мне хотелось вместе с вами ее прочесть. Я бы хочу вам сказать, что это, конечно, вообще шок. Пригожин это просто, это что-то невероятное. То есть, первый, кто начал говорить такие вещи, это он. Причем, в пандемии он говорил все, вроде-то, когда вот начали люди его осуждать, он начал говорить, что я не о себе говорю. Я говорю за мой коллектив, там, за коллективы, там, светотехники, звукорежиссеры и так далее, у которых есть семьи, мы вынуждены их содержать, там, такие коллективы. Хотя люди эти зарабатывают такие деньги, что они могут не коллектив содержать, а малую область содержать, малый субъект федерации, мне кажется. Но, тем не менее, они жалуются. Но то, что Пригожин сейчас уже, сейчас уже, снова продолжает в СМИ, в частности, на YouTube-канале, вот, было интервью Антонимы, рассказывать о том, что артистам тяжело живется. Причем, он говорил, мы не за себя говорим, мы-то вот, как бы, у нас подушка есть, артисты первой величины, что называется, и так далее. И здесь он конкретно берет и говорит именно о себе, о том, что приходится брать кредиты и ипотеки, и в качестве примера привел себе вынужденного выплачивать ипотеку за особняк в Швейцарии. Слушайте, ну, продайте его и живите спокойно. В чем проблема-то, я не могу понять. Вот, понимаете, мы о Пригожине говорили уже тысячу раз, еще раз скажу, он всегда говорил, я говорю не за себя, и здесь он берет и говорит о себе. Ну, прекрасно было понятно, о ком он говорит, потому что он был вынужден выплачивать деньги, грубо говоря, своим работникам, а ему хотелось, чтобы государство поддержало. поддержало. Иными словами, мы с музыкантами зарабатываем, и я кладу себе в карман и плачу зарплату, а если что-то случилось, то не я отвечаю за них, а государство, вы их содержите, чтобы мы денежки не теряли. То есть, главное, чтобы оставалось у себя в кошельке, да. Значит, все дело в том, что есть отрывок, Садальский, значит, у него в инстаграме есть отрывок выступления Пригожина на этом YouTube-канале. Значит, Стас Садальский едко назвал Пригожина благодетелем России и попросил комментаторов искупать его в аплодисментах. Ну, понятно, в каких, да. Пользователи интернета не стали молчать, посчитав, что супруг Валерий совершенно оторван от реальности и не понимает, как живут простые россияне. Ну, я не знаю, понимает или нет, да, но я напомню, что он заявлял, что когда он сказал это, что когда деятели шоу-бизнеса говорят, что могут прожить на 50 тысяч в месяц, это полное вранье, потому что ему на месяц нужно 2 миллиона рублей. Значит, люди кредиты берут, чтобы просто детей в школу собрать и даже мечтать не могут о таких часах, не говоря уже о домах в Швейцарии. Противно слушать этого наглого типа. Ипотека на дом в Швейцарии, пишут люди, у людей ипотека на двушку в провинции. Уже рекламу показывают, как взять кредит, чтобы собрать ребенка в школу. Просто жесть. Вот это на самом деле большая проблема, потому что, когда включаешь телевизор, если вдруг идет реклама, сейчас начали уже рекламировать чуть ли не, знаете, кредиты, микрокредиты вот эти, которые вообще просто брать никогда нельзя, потому что там бешеные ставки и так далее. То есть рекламируют все, только вот иди деньги возьмем, понимая, что у людей просто, ну, аховая ситуация, что называется, да. Значит, а этот тип с особняком жалуется. Номер карты есть его? Слезу пробил. Главный нищий страны. Обрыдаться. Стал борзеть. Была о нем лучшего мнения раньше. Пишут люди. Заткните его. Какой омерзительный. Это все пишут люди. Значит, друзья, я что хочу сказать. Все дело в том, что, еще раз повторюсь, что Пригожин был первым, кто заявил тогда о том, что артист находится в бедственном положении. Люди подвергли именно его критике. Он начал оправдываться, что я говорю не за себя. А здесь он конкретно говорит о том, что ему тяжело выплатить ипотеку за особняк в Швейцарии. Видимо, по его мнению, государство должно помочь. То есть я только не понимаю, государство что должно сделать? Выплатить за Пригожину ипотеку, что ли, в Швейцарии за особняк или что? Что должно сделать государство? Как помочь? Вот артисты в бедственном положении. Пригожин в бедственном положении. Он вынужден выплачивать ипотеку за особняк в Швейцарии. Но ведь на самом деле, друзья, огромное количество российских семей попросту остались без средств к существованию. Огромное количество, вот мне пишут, сейчас меньше, но вот когда мы говорили в период пандемии, сразу после, когда чуть-чуть послабления начались. Огромное количество предпринимателей просто разорены. 90% тех, кто в сфере услуг работали, просто разорились. У них были кредиты, кредиты, там они кто-то расширялся, кто-то просто на плаву, чтобы остаться. Люди брали кредиты, и эти кредиты никто им не списывал, они их должны выплачивать. А они лишились основного источника дохода. Все, у них нет больше такого источника дохода, чтобы гасить кредиты в таком размере. Они вынуждены идти куда-то на работу, где они заработают меньше, но они гасят эти кредиты. То есть, огромное количество людей реально не могут собрать ребенка в школу или заплатить за банальную секцию. Понимаете? То есть, когда мы вот такие вещи слушаем, когда я их слышу, у меня просто шок абсолютнейший. Потому что это на самом деле люди, которые не просто оторваны от реальной жизни, которые абсолютно не понимают, в какой стране они живут. То есть, понимаете, что... Вот вдумайтесь, какими категориями нужно мыслить, чтобы прийти на YouTube-шоу и сказать, что артисты в бедственном положении, потому что я не могу выплатить ипотеку за особняк в Швейцарии. Ну, вдумайтесь, вот, понимая всю ситуацию, понимая, как живут люди в стране, вот, условно говоря, как я должен мыслить, чтобы я пришел и сказал, я вот не могу выплатить ипотеку в Швейцарии, зная, как живут люди. Это же стыдно было бы даже произнести это. Но если он у тебя есть, этот особняк в Швейцарии, ты сиди, молчи просто. Понимая, что, ну, если ты скажешь это, это будет все. Я имею в виду, что народ выживает просто, выживает. А ты сидишь, жалуешься ипотеку на особняк в Швейцарии, государство, так сказать, артиста в бедственном положении. Я еще раз говорю, а с точки зрения Пригожьего, государство как должно было им помочь? Ипотеку выплатить за него, за особняк в Швейцарии? Или же что? Я еще понимаю, когда он говорил там за артистов, не за артистов, а за коллектив, там, действительно, огромное количество людей. И то я говорил, что они зарабатывают так много, что они могут свой коллектив содержать там, не знаю, наверное, 10 лет подряд, со всеми детьми, внуками, там, я не знаю, и всеми родственниками. Но там еще хоть как-то можно понять, действительно, что люди работают в этой профессии, могут как-то действительно рассчитывать на какую-то поддержку, как, в общем-то говоря, и все остальные. Я имею в виду рядовых вот работников там. Но когда это говорит про особняк в Швейцарии, не знаю, у меня слов нет, друзья. Пишите просто ваши комментарии, что думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна. Друзья, подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.